Дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня открываю новую рубрику по сравнению люксовых средств с бюджетными и по поиску их аналогов. Думаю, это поможет многим из вас сэкономить, а кому-то просто открыть для себя чудесные новые средства, которые раньше вы не пробовали. Итак, начинаем мы с ухода. Перед вами сейчас три средства. Все они называются по-разному, но дают примерно один и тот же эффект. Самое дорогое из них средство и в Сен-Лоран, думаю, что вы все эту компанию знаете. Forever Light Creator CC крем, корректирующий цвет в сторону лавандового, вот так, 35 по 3 плюсика, то есть защита от солнца, SPF, это большой плюс для таких средств. Все они, обратите внимание, имеют такой перламутровый оттенок тюбика, что показывает то, что они дают сияние и каким-то образом меняют цвет вашей кожи. Смотрите, вот он дает вот такой вот слегка лавандый оттенок, что этот оттенок перекрывает. По системе кругообразования цвета, то есть по кругу, если вы будете смотреть цвета, противоположные перекрывают другого. Например, зеленый перекрывает красный, ну и так далее. Вот смотрите, что перекрывает лавандовый, я думаю, вы увидите сами, он перекрывает желтизну, то есть кожа становится более такого, я бы сказала, здорового оттенка, не желтая, менее желтая, то есть, ну, в период, естественно, когда вы загорели, вам это не подойдет, но если вы хотите перекрыть, например, какое-то пигментное пятнышко, которое очень сильно отличается по цвету, по тону от вашей кожи, ну, вот, например, на примере моей родинки, мы можем это сейчас сделать, то есть, фактически, она будет гораздо светлее казаться и поменяет свой цвет с коричневого на такой светло-светло-светло-бежевый, особенно если еще и наслоить, видите? И что же дает этот крем? Он дает выравнивание цвета, особенно людям, у которых очень сильно оранжевое лицо, то есть, желтый цвет тона или нездоровое лицо. Что же дает этот крем? Он дает выравнивание тона кожи и осветление его придает здоровый, такой отдохнувший цвет лица. Средство это стоит в районе 2000 рублей и здесь 40 миллилитров, ну, в общем, стоимость довольно большая, на мой взгляд, может быть, даже чуть и больше в некоторых магазинах. Я заказывала его в Ильдебате. Что мы имеем в других компаниях? Здесь компания Виши, идиллия, крем для глаз, вот такой, люминайзер, i-color idealizer называется. Он тоже дает такой легкий цвет перелива и убирает, ну, как бы, должен убирать. Я не заметила, что он очень сильно это делает. Синячки под глазами, вот он дает такой, наоборот, немножко золотистый оттенок. Что он делает? Он перекрывает, соответственно, синий цвет, то есть, ваш синячок перекрывается вот таким вот золотистым тоном. Ну, то есть, в общем-то, назначение у них одинаковое, да, один может наноситься на всю полностью лицо, этот можно наносить в Ильдебате, можно наносить под глазки, ну, в общем-то, там, где есть ваши синяки. И стоимость его примерно такая же, фактически, ну, может быть, чуть дешевле, но уже за 15 всего лишь миллилитров. И я нашла потрясающий совершенно крем, очень похожим, с очень похожей текстурой и похожим назначением. Это праймер, такой сверкающий праймер от Eva Mosaic. Это компания российская, думаю, что я буду еще вам демонстрировать сегодня некоторые ее изобретения. И это инкупсулированный витаминный комплекс, светоотражающий эффект для всех типов кожи. Смотрите, они вот так с Виши даже похожи те же самые упаковочки, практически даже цвет одинаковый, обратите внимание. Стоимость его в районе 200 рублей. Друзья, я не поверила, когда увидела, посмотрите, какой он дает эффект на коже. Вот смотрите, в нем такие легкие-легкие капсулки, вот такие цветные. Вот сейчас она розовенькая мне досталась, то есть она тоже дает такой цвет здоровой кожи. Смотрите, очень похожа на Forever от Yves Saint Laurent, очень похожа. Смотрите, она дает тоже лавандовый такой оттенок. И, соответственно, эта капсулка вот так вот расходится очень быстро по коже и получается вуаля, получается Yves Saint Laurent. Друзья, ну, стоимость в 2000 рублей, и даже больше 200 рублей, я думаю, в общем-то, говорит сама за себя. Здесь, конечно, 15 миллилитров, ну, даже если их будет здесь 40, ну, будет, допустим, это стоить 600 рублей, к примеру, да, или 500, но это никак не 2500 рублей. Ну, и я не заметила, что что-то похожее делает очень прям, помогает Виши, ну, просто как увлажнение. То есть, смотрите, выбирайте на свой карман. Я считаю, что Ева Мозаик вполне может заменить все вот эти вот дорогостоящие средства, и также его можно носить в том числе и под глаза. Прекрасно. Значит, один аналог мы с вами уже нашли. И давайте приступим к следующим. Есть два средства. Они практически одинаковые. Orlan Paris для снятия макияжа с глаз и освежающая мицеллярная вода Nivea 3 в 1 также для снятия макияжа с глаз. Пробовала их обе и могу сказать, что они одинаково абсолютно снимают макияж. Просто один в один. И ароматы у них примерно похожи, такие более-менее нейтральные. И составы, ну, примерно те же самые. То есть, в принципе, да, стоимость мицеллярной воды тоже в районе 200 рублей за 400 миллилитров. И Orlan стоит, представляете себе, 2,5-3 тысячи за 100 миллилитров. Ну, не могу сказать, что Orlan нравится мне больше или Nivea нравится мне больше. Они одинаковые. То есть, они прекрасно снимают косметику. Сейчас я покажу вам. Мы сейчас можем снять вот эти базы, да, которые нанесли. Они все-таки немножечко тонирующие. Поэтому я беру ватный диск, слегка смачиваю. И на ватном диске остается весь цвет от этой базы. И другую руку я сниму средством Orlan. Вот, пожалуйста, видите, прекрасно снимают. Теперь рука чистая. Я могу дальше показывать вам цвет средств. И следующий диск для чистоты опыта возьмем... Так, друзья, и для чистоты опыта мы возьмем следующий диск, чистый, да, вот. И нанесем уже средство Orlan на этот диск. И снимем вот отсюда, точно так же, как мы наносили крем, который тонирует. Здесь у нас был Ева Мозаик. Вот, пожалуйста, розовый. Вот цвет, да. Кожа опять стала такая бледненькая, с синими венками, стало видно. Ну, вот, прекрасные оба средства. Не двухфазные. У кого-то есть неприятные ощущения от двухфазных средств. Так что могу вам сказать, что это абсолютно аналоги. Не вижу смысла платить в 10 раз больше за Orlan, когда есть вот такая мицеллярная вода. Мне она не сушит кожу. Ну, думаю, что витамин Е, в принципе, да, освежает, очищает кожу прекрасно. Так, следующее средство, которое... Следующее средство, которое я хотела бы вам показать. Это пилинг детокс, так называемый пилинг, да. Это гаммаж такой, ну, пилинг скорее. Первый шаг в очищении. One step gentle exfolianting. Такой, как они называют, интеллигентный, ну, то есть, для нежной кожи, да, exfoliant с оранжевым экстрактом, то есть, с экстрактом апельсина. По консистенции мы берем его с собой в сауну, в принципе, чистим кожицу. Вот он такой, там мелкие-мелкие такие частички, которые не травмируют, им можно буквально, ну, как бы умываться фактически. То есть, он чуть-чуть так вот превращается в пенку. У него приятный очень аромат. Ну, стоимость такая, друзья, у Клоранса, вы, наверное, и так сами знаете, что, в общем-то, вот за 30 мл вот этого такого эксфолианта легкого, который, в принципе, ну, по большому счету ничего не делает, то, что здесь экстракт апельсина, наверное, хотели добиться содержания витамина С, но фактически витамин С нестабилен, если вы об этом не знали, можете почитать. Витамин С должен содержаться только в очень специальной упаковке с помпой в закрытом состоянии, непрозрачном, и только тогда он будет иметь какой-то эффект, и его должно быть довольно большое содержание. Что тут я могу сказать, да, приятно, ну, так побаловаться. И похожий, совершенно похожий эксфолиант уже с экстрактом белого чая, ну, тоже, в общем-то, там апельсин, здесь белый чай, что-то такое тонизирующее, мы знаем, да, фрукты тонизируют и чай тонизируют. Планет Спа от Avon. А здесь уже 75 мл, ну, и стоимость его, как вы понимаете, в разы дешевле. Каталожная косметика. Такой у него тоже очень приятная текстура, пользовалась им несколько раз. Здесь тоже такие же, вот просто один в один, мелкие-мелкие-мелкие, такие вот эксфолиативные кусочки, очень нежные, не, совершенно не травмируют. Точно так же, видите, расходятся в пенку с увлажняющим таким эффектом. То есть, вот такая чистка для лица, для тех, кто хочет, ну, какую-то небольшую такую чисточку провести, тем не менее, не травмировать кожу. В состоянии уже взрослых, чем взрослее кожа, тем меньше ей нужен вот такой эксфолиант, который раздражает ее и растягивает. Поэтому рекомендую вам, если вы привыкли пользоваться скрабами, приобретать вот такие вот легкие, кремообразные, почти пенящиеся скрабы. Ну, а далее уже решайте сами. Я считаю, что это абсолютные аналоги. И вы решайте сами, что вам больше нравится, люкс или бюджет. Следующее средство, которое я считаю абсолютными аналогами, 30 SPF крем UVA и UVB защита. И увлажняющие, это кремчики, которые можно наносить также на лицо. Собственно, для этого я и приобретала крем Clorans этим летом, чтобы наносить на лицо, потому что всю зиму я выводила пигментные пятнышки. Осталось у меня только одно. Слава Богу, мне это удалось. И сейчас я покажу вам пилинги, которые помогли мне вывести эти пятнышки. Что по поводу этого крема. Он очень-очень мягкий. Он быстро довольно впитывается. Он такой прям питательный кремчик. Вот так он выглядит очень белым. Но когда вы его разносите, и по истечении, ну, может быть, минутки-двух, он уже не белый. И он полностью впитывается. Он чудесно идет под макияж. То есть, фактически, он не оставляет следов вообще никаких. Он очень удобен. В общем-то, этим и славятся кремы с защитой SPF от Clorans. Но, о чудо! Мне прислали, как вы уже знаете, вот такой крем в моей коробочке красоты Glam Bag. Вы можете посмотреть об этом ролик. Мне этот крем достался, чему я очень рада. Я защищаю свое и тело, и, соответственно, особенно лицо. Это нормальный фактор защиты городской. Ну, здесь написано «высокая степень». Но, друзья, «высокая степень» это хотя бы 60. И в своем видео о правильной аптечке я показывала такие средства с алоэ и кедровым маслом. Сок алоэ прекрасно увлажняет. Чудесно позволяет впитываться любому крему. Ну, водостойки – это я сомневаюсь. Всегда, друзья, обновляйте, пожалуйста. Фитопитание SPF чистой линии. Как вы знаете, это очень и очень недорогая косметика. Однако у него очень хорошее качество. И составы большой плюсик дают на всех сайтах по проверке составов. То есть у них не сложные составы. Не длинные, не тяжелые. И довольно так хорошо крем впитывается. Вот, обратите внимание, смотрите. Точно так же он дает первый момент такой вот легкий белый след. Однако он более легкий, нежели Clorans. Да, он больше, ну, быстрее, скажем так, даже впитывается. Оставляет более увлажняющий след. И у того, и у другого довольно нейтральный запах. Более сладкий запах у чистой линии. Но вы знаете, они пахнут вообще травками, такими цветочками. Ну, он такой ненавязчивый аромат. И он быстрее, я думаю, быстро выветрится. Чуть быстрее впитывается Clorans. Чуть дольше оставляет такой увлажняющий след. Чистая линия. Но я думаю, что для сухой кожи в период засухи летней, да, когда мы позагорали особенно, этот крем просто будет замечательный. И для лица также я хочу сейчас начать им пользоваться. И для тела. И думаю, что мы возьмем его с собой в отпуск. Решайте сами, да, что приобретать. Кто-то, кто привык к Clorans, не могу ничего сказать. Мне тоже он нравится. Но, когда крем в 10 раз дешевле, я думаю, это повод задуматься о том, чтобы приобрести. Все-таки хотя бы попробовать даже этот крем. И следующее замечательное средство, которое помогли мне избавиться от пигментных пятен, это такие вот кислотные пилинги. Называться они могут по-разному. И разложены они сейчас, как вы видите, в таком порядке убывания цены. Дорогой, дешевле, дешевый. Что я могу сказать про Пайо? Это технипиль маск. И это маска с огромным количеством различных кислот. В частности, здесь 9% кислот. Это довольно много, друзья. То есть, в течение где-то 10 минут вы его держите на лице. Он такой имеет кремообразный. Очень много увлажняющих компонентов здесь. Кремообразный вот такой вот пилинг. Если более 10 минут, 15 вы уже держите, вы прямо чувствуете, как личико начинает щипать. Также его можно наносить на зону декольте. И, соответственно, беречь зону под глазами. Потому что это активный пилинг. И его нельзя использовать под, соответственно, в летний период его использовать нельзя. Потому что снимается верхний слой кожи. И увеличивается риск получения ожогов. А также получения пигментных пятен в результате. Поэтому этот пилинг с высоким содержанием кислоты я оставляю на осень и зиму. Собственно, им я тоже пользовалась. И он тоже вложил свой вклад, внес. Стоимость его 3 тысячи примерно рублей. Он очень тут небольшой. В принципе, 50 миллилитров всего. Ну, как стандартный крем. Но он очень экономичен в использовании. То есть, вот он расходится прям вот как жирненький такой кремчик. И его не нужно смывать водой как таковой. То есть, вы можете смыть его, взяв вот так вот просто, например, мицеллярную воду, к примеру, да, или тоник. И вот так вот по истечении необходимого времени, как вы подержите эту масочку пилинг на лице, вы можете вот так его просто стереть. Либо влажной салфеткой, которая у вас есть. Ну, тогда тщательно. Я предпочитаю стирать, соответственно, такими вот ватными дисками, либо спонжиками, которые еще добавочны после этого. Либо спонжами, которые еще и отшелушивают, соответственно, размягчившуюся кожу. По поводу Кадали. Здесь уже более... Косметика Кадали, я думаю, вам также известна на основе винограда, поэтому здесь все, что связано с виноградом, с виноградной косточкой. Это гликолевый пилинг. Здесь гораздо меньшее содержание кислот. Также много довольно увлажняющих веществ. И, что замечательно, то, что его вот можно использовать в теплое время года, ну, естественно, сразу после его нанесения не стоит выходить на солнце, либо стоит применить очень высокий фактор защиты. То есть, если вы нуждаетесь в отшелушивании, вы хотите убрать какие-то мелкие-мелкие такие вот морщинки, не очень здоровый цвет лица, тогда я бы советовала вам... Ну, можно. И тогда его можно использовать при необходимости. Ну, хороший такой приятный дизайн. Тоже очень приятная, кремовая такая, прям вот так же легко расходящаяся текстура. Единственное, но он смывается водичкой. То есть, я накладываю его на 10 минут. В течение 10 минут он работает. Ну, если вы используете, например, его зимой, то вы можете продержать и 20, и 30 минут. Ну, по крайней мере, я держала, и мне не оказало он очень сильного влияния на мою кожу. Ну, может быть, моя кожа уже привыкла к кислотам. Чудесный у него такой аромат, очень приятный, кремовый абсолютно текстур. Я наношу его очень-очень густо, прям такой масочкой. Все, что впиталось, впиталось. Кожу размягчившуюся, также дополнительно пилинг делаю. Спонжиками, которые я вам показывала в ролике о своем уходе. Те, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, все подсказочки о своих роликах всегда оставляю наверху под восклицательным знаком. Обращайте внимание. И, соответственно, вот его я могу использовать также и сейчас, пока нет большого солнца. И совершенно недорогой аналог, что-то в районе 100 рублей. Белый лен. А это флоресан. Я пробовала этот пилинг. У него довольно высокий, вероятнее всего, довольно высокое содержание кислот. Поняла это по своей коже, когда нанесла это средство. Активное. Здесь очень много фруктовых кислот. А также здесь содержание большое антиоксидантных травочек и концентрат льна. Соответственно, поэтому называется серия это белый лен. Очень хорошее средство. Оно очень-очень быстро воздействует на кожу. То есть я чувствую вот такое легкое пощипывание практически сразу. Также здесь есть очень-очень мелкие эксфолиативные частички, но их практически незаметно. То же самое, что здесь есть, но они совсем уж-совсем уж незаметны. Это здесь пыль такая. Здесь в паё есть жемчужная пыль. И она также оттирает и шлифует кожу. Ну и вот здесь вот более такие вот похожие на что-то пемзу или что-то крошёное такое. Но совсем незначительно. И я, в принципе, их никогда не тру. Я наношу их масочкой опять же. И далее смываю по истечении 10-15 минут. Но по ощущениям. Вот этот из всех вот этих трёх, друзья, самый активный пилинг. Вполне возможно, что здесь просто меньше увлажняющих каких-то компонентов. Хотя он довольно приятный по ощущениям. И вот, по крайней мере, пока я говорю, мне кожу не щиплет. Ну что же я вам хочу сказать. У нас с вами есть, вот видите, в некоторых продуктах у нас с вами в некоторых категориях у нас с вами есть даже 3, получается, средства, которые являются аналогом друг друга. Далее выбирайте по своему кошельку. Это средства в районе 2000, это 3 и это 100 рублей. Ну вот, да, такие разные цены. Далее уже на ваш вкус и на ваше доверие конкретной марке. Ну и завершает, наверное, ролик сегодняшний. Думаю, что вполне этого будет достаточно. Вот такие 3 помадки. Для меня это очень актуально. У меня пересыхают очень часто губы. И вы видите, я всё время показываю, что пользуюсь такими помадками. Опять же, Пайо. Пайо помадка. Вот она у меня, видите, уже закончилась. Использовала её до конца. Что могу сказать? Да, она мягкая. Да, она быстро наносится. Не сложно. Но она ничего такого особенного не делает губам. Хотя, хидролифс, ну то есть, увлажнение 24 часа должно быть. Ну вот я как-то его как такового не сильно заметила. Увлажнение 24 часа. То же самое делает гурмандист, которую мне подарили в, собственно, в Эльдебате за покупку какую-то. 97,6 натуральных компонентов. Французская компания. Очень такая масс-маркет. Без парабенов, без красителей. Всё то же самое. Единственное, но он, конечно, ну вот, более такой неустойчивый в коробочке. И он так слегка у меня как-то покачивался. Ну, это мне не мешало использовать его практически до конца. То же самое ощущение. Все похожие ароматы такие, ну, восковые карандашики. И уж совсем дешёвое средство, пантенол. Я думаю, что многие его видели в аптеках. Эво или Ево Лабораторис. То есть, ну, фактически вот этот карандашик вот для губ, да, по-другому даже не назовёшь, помадка гигиеническая, стоит что-то в районе даже, ну, 50, что ли, рублей. То есть, ну, совсем. Он сильнее всех плавится. Хуже, конечно, держится в самой коробочке. Так аккуратненько я им довольно пользуюсь. Но, вот видите, я сейчас нажала, и от него кусочки отлепляются. Но за такую цену, друзья, точно такой же результат. Ну, просто у меня нет слов. Я не знаю, кто дёрнул меня за хвост покупать паёну. Он стоил в районе 600 рублей. Ну, уж прям совсем ненужная вещь. Я считаю, на эти деньги можно 20 вот таких помад купить. И результат будет точно такой же. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. По традиции, слоник со мной вместе заканчивает этот ролик. Я надеюсь, что, в принципе, вы выберете каждый себе по вкусу своё собственное средство, которое, ну, наверняка вам поможет решить какую-то проблему. Я думаю, что я не буду сейчас тратить огромные средства на приобретение однотипных, фактически, косметических средств и однотипного ухода. Я думаю, что я буду сейчас приобретать более недорогие варианты. И, в принципе, не вижу смысла тратить огромные деньги, если действия одинаковые, состав примерно одинаковый. Ну, и стоимость, соответственно, только за раскрученную марку. Вы выбирайте, пожалуйста, сами. Спасибо, что были со мной. Спасибо за все комментарии, которые всегда оставляете. Очень вам признательно. Хорошего вам дня. И будьте благодарны за всё, что имеете. Удачи!